Интернет одержим фильмом Человек-Паук Нет пути домой с тех пор, как о его существовании стало известно общественности. Слухи о потенциальном кроссовере с Томом Холландом, Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайром воплощениями Паука на больших экранах последних лет заставили фанатов поверить, что это может стать одной из самых невероятных частей киновселенной Марвел на сегодняшний день. Пока не ясно, насколько правдивы эти слухи, но мы знаем, что злодеи из всех трех франшиз Человека-Паука появятся в киновселенной Марвел, чтобы дать возможность Человеку-Пауку Холланда побороться с ними. Как было показано в первом трейлере Нет пути домой, попытка Доктора Стрэнджа использовать магию, чтобы изменить жизнь Питера Паркера к лучшему, очевидно, привела к ужасным последствиям. Теперь Пауку и Верховному Магу предстоит сразиться с огромным количеством опасных злодеев из разных вселенных, пытаясь отправить их обратно в их соответствующие временные линии. Электро и Ящер представляют континуум нового Человека-Паука, а Песочный Человек, Доктор Осьминог и Зеленый Гоблин перешли из трилогии режиссера Сэма Рэйми. Второй трейлер фильма Человек-Паук Нет пути домой дал фанатам возможность увидеть всех пятерых злодеев в действии. Однако фанаты не могли не заметить странную деталь о Зеленом Гоблине, которая заложила основу для интересной фанатской теории. Когда Зеленый Гоблин впервые появился в последнем трейлере Нет пути домой, он выглядел точно так же, как и в фильме 2002 года Человек-Паук. Облаченный в нефритовые доспехи, в фирменной маске Гоблина, он стоит на своем планере с тыквенной бомбой в руке. Однако Норман Осборн, похоже, в какой-то момент фильма опробует новое обмундирование. Очки заменяют ему шлем, на руках и ногах появляется дополнительная броня, фиолетовые части покрывают грудь и шею, и он летает на обновленном глайдере. Культовый враг Человека-Паука получит новый образ в киновселенной Марвел или нам покажут что-то совсем другое? В мгновение ока Твиттер стал одержим Зеленым Гоблином, и само собой сразу же возникли теории. Согласно Rotten Tomatoes, это разные гоблины, и новая версия персонажа появится вместе с той, что прославилась в Человеке-Пауке. Пытаясь разобраться в их истинной сущности, другой пользователь предполагает, что это может быть подправленный дизайн Зеленого Гоблина Дэйна Де Хаана из нового Человека-Паука 2. Между тем, другой фанат предположил, что мы можем наблюдать, как Мистерио использует технологии Осборна, чтобы стать новым Хобб-Гоблином. – Кто ты? И где ты получил все эти оружия? Я думал, что Осборн дал мне его мастер! Все это очень интересно и имеет смысл, учитывая максималистский подход к канону фильмов о Человеке-Пауке, который используется в Нет пути домой. Но стоит быть готовым к тому, что решение окажется гораздо менее захватывающим. Трейлер Человека-Паука Нет пути домой особенно интересен для фанатов, которые любят анализировать трейлеры и закулисные спекуляции. Причем, начиная с ранней шумихи об амбициях фильма и заканчивая все еще популярной охотой за доказательствами возвращения Тоби Магуайра и Эйли Эндрю Гарфилда. Попытки предугадать, что будет, в фильме стали чуть ли не интереснее, чем сам фильм. Те, кто глубоко погрузился в паутину теорий и предполагаемых утечек о Нет пути домой, увидели, что некоторые из этих предсказаний сбылись. Но, возможно, теории заставляют нас видеть то, чего нет на самом деле. Мы все еще не можем с точностью сказать, каков ответ на последнюю загадку о Зеленом Гоблине, но должны рассматривать вероятность того, что самое очевидное решение может оказаться разочаровывающе простым. В статье для SlashFilm Джереми Маттайи предлагает теорию о втором костюме Зеленого Гоблина, которая настолько же логична, насколько и неинтересна. Вот как он её излагает. Если смена костюмов главного героя в супергеройском фильме – это проверенная временем история, то и злодей может сделать то же самое. Таким образом, даже если размытая фигура из трейлера действительно является другой версией костюма Зеленого Гоблина, это не означает, что его носит другой Зеленый Гоблин. Маттайи утверждает, что второй костюм может быть просто результатом того, что Осборн получил достаточно повреждений в бою. Поэтому, в конце концов, ему придется переодеться в запасной, более сложный костюм для дальнейших стычек в фильме. Чтобы узнать наверняка, нам придется подождать, пока Человек-паук нет пути домой выйдет в кинотеатрах 16 декабря. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы и фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!